Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Ян Стэн «Человеческая жизнь» около 1665 года «Холст масла». Вот такое описание я нашел в интернете. Свой философский взгляд на человека и его жизнь Ян Стэн воплощал в живых и полных ироний картинах. В данном случае одернутый занавес открывает зрителям многофигурную композицию, представляющую людей разного возраста и социального положения. Они едят, придаются плотскими наслаждениями, выпивают, курят, играют в азартные игры, кокетничают. Персонажи придаются суетным занятиям с той одержимостью, которую можно было направить на более серьезное дело. Ну вот, загляните на любезничью с молодой женщиной-старика или сидящую на лавке мужчину, сладострастно вскрывающий ножом раковины моллюска. В комнате царит хаос, создаваемый не только в беспорядке расположенными предметами, но и человеческими фигурами, отчего живые сценки, виртуозно выписанные мастером, едва ли не единственный раз в его искусстве, производят несколько отталкивающие впечатления от бессмысленной человеческой карусели, слегка начинает кружиться голова. Все это суета, обычный для голландской живописи мотив наиболее ярко воплощенной фигурки, лежащего на антресолях мальчика, находящийся вдали и оттого заметно далеко не сразу. Ребенок выдувает мыльные пузыри, символизирующие то же, что и изображенный рядом с ним череп. Земное удовольствие бренное. Залитый солнцем пейзаж за окном противопоставлен златой атмосфере жилища или, что вероятнее, некоторого постоялого двора, с которым ассоциируется ненаполненное высоким смыслом человеческое бытие. Вот такое описание я нашел в картине «Человеческая жизнь» Яна Стена в интернете. Пока-пока, до свидания. Продолжение следует...